Карта TheCash у нас будет противостояние Go против NIP продолжается Go немножко нас удивили тем, что смогли отжать 12 раундов у шведов Но вторая половина все-таки была полностью за NIP И Ninjas in Pyjamas празднуют 3 очка Могут еще забрать 3, в таком случае уже получат все полноценные 6 Напоминаю, что сейчас они находятся в самом низу таблицы С всего, по-моему, сейчас вам скажу, шестью очками То есть на 13 месте они находятся Но это потому что они еще отграли очень мало Да, да, еще сыграют, ничего страшного Но, в принципе, пока не произошло И вот он TheCash и прям гробит раз, гробит два Но, так, а может вообще-то еще и три Гетрайт, правда, отвечает на ту автор В то же самое время Снэччи здесь ползает в коридоре под Бэй Может быть, встретит вот этот вот выход вместе с Бомбою Привет, Бомбу потеряй, пожалуйста, специально для меня, говорит Снэччи И закроет еще Бентрум, наверное Ой, какая же... Ну, кстати, нет, не закроет, между прочим Деннис в итоге остается в живых Бомбу поставил Дрейкен Три на два ситуация для ретейка Для команды Ego Sports Достаточно приятно, в общем и целом Смог, кстати говоря Ну, могли бы что-то закрыть уже не надо Потому что Дрейкен единственный планет Поэтому надо мясом его забирать И вообще-то игру бесправляется и так И без мяса можно Окей, вегетарианство у нас сегодня Вегетарианство? Угу Ты поддерживаешь? Ну, как тебе сказать? Я бы сказал, что здоровье местами неплохо, конечно Но на три недельки На три недельки? На три недельки Ну, не больше, да? На пять, окей Это фейковый век Ну, это как... Фейк... Окей, ладно Ты меня понял Ты меня понял Так вот Не дефолтные пастолеты от команды NIP Потому что хотели бы они на третьем раунде Сразу же резко, быстро ворваться с девайсами Например, и поломать немножко Ego Sports На личике Но дело в том, что не обязательно сейчас это будет Да, потому что Тао... Ой, какая Хаешка Как тут больно здесь получилось В итоге грубее еще Вырезает Фореста Плюс Хаешка здесь точно сработала Опять же Дрейкен попытается какую-нибудь голову найти На пусти, но может быть и не сразу Хотя здесь Тао в поджимах того самого Меда Причем под углом по 90 То есть он смотрит и ангар, и крышу опять же с буста То есть прям совсем неудобно В то же самое время Ребята, оставшиеся из команды NIP Хотели бы забежать на Аплент вместе с бомбой Деннис заезжает дальше Ну, очень четко чекать возможные подходы Хайвей в конце концов не вышел А вот грубее Играл с девятки И делает два кила по урайзу и Деннису Все пока очень просто для NIP И вообще ничего не надо здесь делать И в конце концов это 2-0 Эгоу и Спортс Забрали себе раунд, не потеряв ни одного девайса Что крайне важно Груби уже нафармил 7 киллов Этот парниша явно намерен продолжать этим заниматься Очень сильный игрок в этом составе Выделяется, я бы сказал Я реально все еще хочу увидеть его где-нибудь Например, в Кингенах или в Виртуз Про Ну, или, возможно, даже в европейской команде Чтобы посмотреть, как он будет сражаться уже на более высоком уровне Хотя на СЛ про лиге Эгоу, видимо, могут задержаться С таким, во всем случае, перформансом Да, у них не всегда получается Но напрячь всего оппонента из более серьезных команд Они способны Пожалуй, пожалуй Но напрячь бы NIP сейчас на ДКШ Желательно Вообще желательно на всю карту На обе половины Дрейкин открывает счет Убивая Фурлана Не очень приятно На апплент ребята из команды NIP Забегают Справляется Все-таки Дрейкин еще из граби здесь Ох, тяжело Туау Может, Гетрайта прикончит еще Хотя Гетрич по 90 стоит около ангара Интересно, пойдет ли Туау дальше Потому что, да, тут уже бэму поставлен В общем, в целом Я не то чтобы видел, да, какие-то ретейки Или какие-то попытки Или вообще какое-то желание И вот она Та самая единственная, наверное, ситуация Которая будет нам интересна Это тот самый Туау Который Симпинань здесь стоит И... ну и нормальный И вот он стоит И он ждет Может быть, вы меня будете поджимать А я вас буду поджимать А я не знаю, да А буду я или нет Видимо, я не буду Вот так вот они и разминулись В итоге, как море кораблей Да, и любви сегодня Видимо, мы не увидим Оу Холодит пока у Хайвея И на IP со всех сторон вообще Гуляют налево, направо Хаешечка вылетает сейчас В сторону Хайвея Там никого не будет Гетрайд выбивает еще девайсы Оу, очень надо Увидим, кстати Не теряй сейчас лишний девайс Сохранили три Было бы очень даже неплохо Мы видим сейчас они на грани по экономике То есть 3700, например, у Фурлана Это не лучшие девайсы Это не лучшие раскидки Что самое главное И два диффуз-кита появляются Да, то есть Фама, Сэмки И вот они, Молотовая В руках у Снэча, у Пи-Чара и Фурлана Они могут быть использованы Для того, чтобы Остановить любую раннюю агрессию У Шведов По любым направлениям Скорее всего, ранний буст будет Заткинут Молик нет? Не будет? Нет, нет И мы видим заход на Аплант Достаточно быстрый у Шведов В любом случае Они законтролили мейн Наверное, кстати, Морес Будет открывать еще и дверку И на углу стоит Один Фурлан Это единственная позиция На Апланте Робби должен прийти к нему Очень-очень быстро на Хайвэй Так оно и происходит Он поддерживает своего товарища Фурлан получает Молик себе на углу Умирает Грубби И, по-моему, это раунд Для Нипов Потому что они просто Затащили туда Аплант И теперь уже Туау На ударной позиции С машиной Но ему дальше действовать не стоит Он может сейчас получить маслину Потерять девайс Но он не боится Он ничего не боится Он находит Реза Просто по раскидке Увидел, откуда летела граната Словил своего оппонента на свитче Тем временем еще и Гетрич Неплохо играет с мейна Снэч ловит Гетрайта Форрест 5 кп у него остается в углу Ему нужно прямо сейчас действовать агрессивнее Он остается один на один И Снэч не имеет ни малейшего понятия О том, где находится Человек-лес Но Человек-лес проигрывает пристрелку со Снэч И все-таки И вот флешка от Форреста в лампу Отлетела себе же в лицо Такое бывает Но, опять же, Форрест предпринял единственное верное решение В смысле, принял единственное верное решение И решил сделать вылазку через МОК И это было близко, это было близко Снэчем мог бы здесь не угадать угол Из которого выходил его оппонент Шведы в конце концов потеряли этот раунд Несмотря на отличнейший заход И ситуация 4 в 3, напоминаю, они были в большинстве При этом все противник выходил из одного и того же места То есть все три игрока защиты двигались со стороны машины И если бы эта машина была блокирована И Найп сумели бы успеть занять хорошие позиции Хотя, опять же, Гетрич, например, была вполне себе пристойная На мейне, на которой можно было бы двигаться И мансовать максимально на удержание Играя против своего оппонента То, возможно, что они там сыграли понемножку лучше Но в раунд зале и гоу Они продолжают показывать нам интереснейший совершенно Counter-Strike Резкий, аркадный, хардкорный И в основе своей пока без особых поджимов То есть есть какое-то усиление сейчас на миде При помощи Туала, который сидит на вентиляции Вместе с ним играет Груби И PHR, мы видим, остается на вентиляциях При этом всем на аппленте все еще Очень, кстати, похоже на фейс С точки зрения постановки Здесь фейс очень часто играет 1-2-2 Оставляет только одного опорника на аппленте Дрейке на ноль смертельный ртау Это уже 5-4 Ну, пока что не то, чтобы они особо Нет, вроде вот уже уходят с мида Занимают как раз опорные позиции под защиту Апплента Не хотят его потом ретейкать Будут ставить прямо сразу 2-2 в итоге Вполне себе стандартная вещь Но нужно держать ушки на макушке сейчас Потому что под Бплент стягивается бомба И вот PHR держит Минусует одного, видит второго Самоком закрывает коридор под Б Будет отлетать отвороста на вентиляшках В итоге Снэч последний на Бпленте на данный момент Перетяг, конечно, будет, но медленновато это все Поэтому Снэчу нужно ждать до самого конца Пытается он открываться, найти какого-то оппонента Видел ножку своего оппонента Это был Форест Снэч все еще живой, интересные флешки здесь И Грубби подлетает и начинает спрейт В итоге умирает один, умирает второй Остается последний Грубби И он закрытый, ему очень тяжело Наверное, Форест полетит и просто добьет его Ой, прям какие здесь прыжки-то, боже ж мой Триплкил в итоге от Фореста И пока, ну ты знаешь, действительно, Аркадия-то те и те Так-то, по слову говоря То есть и Форест чувствует силу, когда можно вот такими интересными вещами пользоваться Например, с точки зрения индивидуального подхода, опять же И о про Игоэспортс ты уже все рассказал на Аппленте Нету денег у команды Игоэспортс Не дефолтные пистолеты Один дефискит на команду Некоторых личных гранат довольно малые Пожалуй, да, то есть остановить полностью кого-то не получится Рез открывает счет для команды и на IP Деннис, Деннис открылся неплохо против Груббит Пурлан, пытается вычислить своего оппонента при помощи Дегла Хоть как-то нанести дэмэдж у него нет И не получается, точнее, он раздамажил Денниса Форса, да, окей, но Киллов так и не заполучил себе Гол, играют сейчас уже с пистолетами Им тяжело, тяжело что-либо сделать Да, снэк убивает одного Трекинг все-таки мажет здесь Хотя, оказывается, был попадать С буста на коннектор Сначи все-таки теряет собственную жизнь Ип и щару надо уходить Потому что первый армор с дефискитами и хаешкой Это, в принципе, неплохой набор вещей для следующего раунда Особенно, если взять то, что игол не будут закупаться Таким образом Ип выходит на третий И, скорее всего, выйдет на четвертый раунд И получит у себя преимущество, наконец-таки, на карте ДКэш И правда Но, опять же, насчет ДКэша В последние, наверное, месяцы Несколько месяцев, я бы сказал Даже больше, чем 3 4,5, 5 на скидку Атака берет все-таки местами большее количество раундов В большинстве случаев, опять же Да, то есть, команда именно практикует атаку больше, чем какую-то защиту ДКэша там и так далее Потому что метовая штука под аплантом Это А от ретейка Ну и B там, опять же, вроде нормально B можно защитить Но в любом случае То есть, на атаку все В основном, не все утрируют Но большинство ребят рассчитывает Ну и Рес делает килл раз Соответственно, там еще был килл два Ставал, правда, отвечать на Денниса Ну так вот, я о чем? Я к тому, что По большому счету получается так То, что Игои Спортс Пожалуй, наверное, должны бы взять Пятерку, шестерку на защиту для себя И я бы уже ожидал то, что вроде бы Это было бы неплохо Двоих игроков теряют на IP В данном раунде Слишком много потерь Ну, я бы сказал, да Слишком много потерь И лучший фракстатер на сервере Все еще граби Кстати говоря Джуглиби, опять же, 7-5 играет Три раун подряд от NIP Две четыреста на руки Получает Игои Спортс В итоге Что позволяет им Вполне себе сейчас Подзакупиться Но без Дефьюз Китов Но зато ОВП есть Да, и мы будем смотреть за Снетча Который выезжает в сторону Бэплэнда Спрей пошел у Дрейкена Снетча никак не выловит своего оппонента На Токсике На IP в свою очередь Очень-очень медленно играют Распределив все свои ресурсы По Пси-карте Имеется игрок на двери Имеется еще один Чет-2 какау Токсика Еще один на миде И, я так понимаю, Деннис там Саппортит Дейкен все-таки Находит Снетча здесь И это первые потери Для польского коллектива Пичар попытается играть В контратаку И пока у него Это не особо получается Честно говоря Он может еще Одно пулю получить Он ее получает Дрейкен Два точнейших выстрела И эти выстрели Оказались летальные Для Аверхопы Гол Дрейкен продолжает Просто выносить людей Какой он жесткий Ну вы просто посмотрите Ну камон Это дефолтнейшие выстрелы И будем честны Конечно дефолтнейшие выстрелы Он просто качественно это делает Но не сказать то, что В этом и вся соль на самом деле Нет, соль в том, что Если голубы там Пытались сделать адекватную аркаду Да, выбивать под какую-то флешку Эту снайперскую току Еще что такое Они же просто, ну, тир для него То есть они открываются One by one И ничего против Дрейкена не делают То есть последний попытался С хедшота нанести Дрейкену смутельный урон Он нанес ему до 13 хп Но это все То есть немножко Надо жестче играть и гол По стрельбе проседая Сейчас и просто поедельность Тоже проседает То есть усиление этого Бэтлента Было ни в коем случае не реализованное На ИП потеряли только двух И по-моему Игоу потеряли нить вообще событий И поляки просто сейчас должны Подумать о том, чтобы куда-то поджимать Ну то есть в этом раунде понятно Они могут здесь сделать все, что угодно А вот по вопросу девайсного раунда Им обязательно нужно Придумывать что-то свежее Потому что иначе их просто вынесут С этого ДКШ Они бы очень крутые на атаке Да Правда на защите не очень, честно говоря Я комментировал, помню, катку с Сеней Когда они выиграли 14-1 на первой половине на атаке И потом проиграли карту Потому что донесли ее до дома Вот, то есть они проиграли полностью всю вторую половину Фурлан очень хорошо Да, плушка, да Смотри, с красного Интересно действительно получается Дрекин попытается аккуратненько открываться Фурлан все-таки нет Третьего здесь не сносит Дрекин остается в живых И вот они молотого на форклифт Фурлан все еще находится за красным Груби в клоуз-комбате Начинает со своей цезэхи работать Это довольно-таки больно Потому что почти что в силу Мы легитрайд с Дрекином Стоит за тайм Богдан зло, дорогие друзья На уши экранах Прямо здесь, прямо сейчас А у нас вроде как бы и не мажор интересно Это означает то, что как минимум Нижес и пижама Сдумают о некоторых Более фишечных последствиях Но дело в том, что все равно все умирают И закон Богдана здесь не помогает Просто какая-то жесть на самом деле Фурлан просто молодец сейчас Чисто с пистолета вынес всех и на IP Те ван-бай-ван открывались на мейне И здесь слишком большая уверенность шведов В том, что они обязаны брать очень легко этот раунд Она сыграла против них, я полагаю Но это все мелочи Потому что сейчас начинаются самые интересные орехи Десятый раунд, девайсный И здесь, если игоу Игоу, точнее, нужно обязательно брать 2-х ряда Да, у них сейчас экономика хорошая Потому что они взяли экономически Но закуп все равно был И Деннис врывается просто на вентиляцию Убивает сначала одного На БПУ, где только один опорник 5GP HR Ему нужно делать 2 кг, обязательно Иначе это проигранный раунд для Игоу и Спортс Тем временем Груби приходит к нему на помощь Удержание очень жесткое Производят сейчас НИПы Позиционные просто задымления Ты смотри, сколько болтовых здесь вообще какая-то Да, просто все горит вокруг Пичара Пичар! Ой-ой-ой-ой-ой-ой Интересно, интересно так Немножко держаться И может быть чуть-чуть поближе к ящикам Ой, еще и забраться Но бомба-то упала Бомба упала И Пичар все еще ждет, когда Снетчи подожмет спину Снетчи та самая надежда Потому что Снетчи могут и не ждать Снетчи могут и не проверить Пичар умирает, окей Но у него ничего здесь не осталось делать Он и так сделал максимум Сделал 2 кг А он сыграл на максимальное удержание оппонента Дал все время вселенной Которую только можно было дать Фурлану вместе со Снетчи И вот теперь Снетчи надо выигрывать дуэль против Дрейкена А ваперскую? Да, снайперы выходят друг на друга Снетчи мажет, Дрейкен мажет Окей, все в молоко Фурлан тем временем разбирается с Резом Он на первой карте тоже не лучшим образом выступал Тем временем Снетчи Нужно больше, нужно больше Прямо сейчас Смог по себя Зачем? Что он делает вообще? Зачем кидать что-то в принципе Если у тебя все равно мало времени Нужно просто выходить и стреляться Вместо этого он решил что-то подраскидывать Его просто на снайпер На свапе Как же много секунд было потрачено На вот эти все анимации Смог туда, кинуть сюда, достать АВП Там еще 2.4 секунды, по-моему Это вот чик-чик, достаешь зеленую палку-копалку Не, он так не работает Просто очень сильно рассчитывал на то, что Дрейкен будет играть в холд Да, то есть из-за того, что премия играл на Дрейкена Ой-ой-ой-ой-ой, какая шибка Тао Еще до раскрытия смока он пошел вперед Его здесь выловил Гетрать Снетчи тем временем выносит жизнь Дрейкена на Гетрать Месте с Резом минусует двоих здесь И Гоу начинает серьезные проблемы НИП уже зашли на Афленд Би-Ищар пытается играть С машиной ему нужно прямо сейчас Показывает несколько килов Он выносит одного Но со вторым не справляется Снетчи остается соло Ему надо сейвить снайперскую винтовку Иначе это Габелла На самом деле это та Габелла Так вот, в предыдущем раунде Что произошло, да? Ты играешь против Дрейкена 1 на 1 Ты думаешь, что противник будет играть на удержание Потому что время идет на него, да? Играет на него Но ты не знаешь Точнее, ты не думаешь, что это Дрейкен Дрейкен в абсолютном большинстве ситуаций Если есть возможность для агрессии Он идет на агрессию Это Дрейкен Это его плейстайл Он суперагрессивный снайпер Он человек, которому вообще плевать, что происходит Ему главное, чтобы куда-то внести И он постоянно играет на открытие позиций В самом начале раунда Желательно на агрессию дальше На рангие тайминги Да, и он играет в опен снайперскую винтовку То есть это не та снайперская винтовка Типа Криса Джея, который играет на фоллоуапе, да? А это та снайперская винтовка Которая работает чисто на агрессии И Дрейкен себя никогда не изменял Да, он сам себе точнее не изменял в том раунде И сделал все просто замечательно против снайджа Да, да, и все именно так Ну и да, морально вообще Поляка на самом деле задавил Мало того, что польский игрок Опять же, немножко вот с анимациями вот это вот завис А Дрейкен этим просто воспользовался Ему надо было просто кидать Ему надо было просто принимать этот выход То есть Дрейкен выходил рискуя Очень сильно рискуя Он мог реально проиграть этот раунд своей агрессией Но он просто понимал, что бы делать Что противник зажат, в каком он углу находится И решил просто выпушить его В свою очередь, мне кажется, большинство Реально, абсолютное большинство профессионалов В такой ситуации начали бы халдить Потому что у тебя АВП на АВП Клоу в дистанции И тебе намного проще сыграть на удержание позиций Из-за того, что бомба стоит на тебя У тебя все замечательно Ну, в общем, не знаю Вот еще у твоей команды, да И время играть на себя Ну, тоже вроде объяснил, что это Дрейкен Таких снайперов мы знаем, на самом деле Достаточно Ну, Симпл вот так же сыграл бы, я уверен Симпл бы пошел бы просто на выбивание играть Фолин бывает, так играет То есть, ну, достаточно, достаточно, на самом деле Просто, к примеру Первая половина выигрывает с командой АВП, дорогие друзья На атаке То есть, пока все еще Открытая вторая половина И результат команды Игоу под вопросом Да, то есть, команду сейчас Командой Игоу не стоит хранить Вообще, на самом деле, ни разу Правда Но мы будем смотреть на девайсный раунд От поляков Без дефьюз-китов Зато гранаты есть Пять кевларов Дрейкен на ранних таймингах На бусте Попытается что-то сделать Пичар Ой-ой-ой-ой Тоже выходит под мейн Вместе с фолловапером Фолловапер доделает работу Доделает работу В итоге Ферлан не зацепился Не понял, куда бежать Потому что был слеплен И снэчи И снэчи Еще раз Неплохо Неплохо Ну, и Дрейкен остается последний И это может быть раунд Для команды Игоу Испорт в то же самое время Дрейкен На самом деле Дрейкен может Вообще все эти вещи здесь делать На Апплантин Но ему нужно сначала не шуметь Потом понять, где находится оппонент Вот один Вот это неплохо На скик еще забраться Так, немножко себя подсейвил Бомба, правда, очень далеко Но времени у Дрейкена очень много Вопрос один всего лишь, да? Ну, не вот этому раунду Сейчас пока что Дрейкен идет Мы пока можем поговорить Хотя нет Нет, прямо сейчас будет стрельба Дрейкен Открыться Очень-очень-очень медленно двигается Дрейкен Он пытается вычислить любой угол Прям вообще все-все-все Где может находиться оппонент При этом всем у него есть смок Положить смок на бомбу Окей Забрать бомбу Открыться против Груби Опять же был слышен скоуп Крапец сразу же получает информацию о том Что там скоуп открылся против тебя, братан Молик на группе Груби прожигается Но это опять же не проблема Надо забрать бомбу И носить свои ноги Срочно! Драма сейчас, Дракуля! Нет, Дрейкен остается здесь Напоминаю, что по-шведски Дрейкен это дракон Как бы могло бы и не казаться Концентство дракона прикончено Мы попали в... Как там с Карим? Вот Тем временем 5-8 И давайте вернемся к рассуждениям По поводу всей игры здесь Являются ли те раунды Которые гол берут Возможными для повторения Является ли бы их паттерн действия В удачных раундах Те раунды, которые могут привести их к победе Могут ли они делать так Еще раз, еще раз, еще раз Чтобы выиграть Да, да, я об этом Потому что, по-моему Ну, то есть, первое Один раунд был взят, понятное дело С пистолетом, с деглом Когда там фурман мутил Второе, вот Предыдущий был сделан на агрессии Сумасшедшей Теперь Нипы ждут этой агрессии Они смотрят ее Вопрос к Снетче Кстати, сейчас он соло играет Бэплэн К нему подъезжают чуваки А при этом всем они играют через шифт То есть, их вообще не слышно Снетче не имеет ни малейшего понятия Что сейчас он увидит здесь Прицели оппонента Вот теперь он увидел Но это последнее, что он увидел в своей жизни На этом раунде Смок на флпу Это раунд для НИП На 99% Потому что у Игоу просто нет позиций Для выбивания Деннис вообще, посмотрите На мужика просто играет Ему совершенно плевать Есть такой момент, да Ну и открыто в чисто поле Выходит почему-то на широкий стрейфак Тяжкий под хелпу То есть, он такой вышел Хе-хей, я здесь А Деннис такой Ну окей, да я потренирую свои ван-тапы Тых-тых-тых Вот это все Пи-черф с фурланом Стоится вдвоем Естественно, не синергичная пара Потому что один там Второй сям В итоге один погиб Второй может погибнуть В самое ближайшее время И команда НИП будет доминировать На один раунд сверху победного На первой половине И останется еще один раунд На последний Последний раунд Опять же первой половины То есть, НИП могут вполне себе Выйти на десяточку Что достаточно удобно На самом деле В какие-то моменты Действительно видно То, что Ego Sports Начинает дышать И начинает действовать широко Достаточно глубоко И НИП их местами Уже перестают читать Но Вот тоже, да Как ты говорил И правда Каждый раунд Получается Если не получается Он получается достаточно уникальным Но потом он полностью закрывается Потому что НИП Включает это в свой список раундов От команды Ego И второй раз уже Эта фишка не проходит Ну и последний раунд Дорогие друзья Прямо здесь Прямо сейчас Такой себе бай Если честно У команды Ego Sports Здесь опять же МК четвертая И все остальные Опять же МП НИП Там пистолеты есть Ну под аплент Наверное НИП Ворвутся ли сразу Вопрос Потому что на планете Там есть Это винтовая Еще тот самый Штурмовой винтовк От Фурлана Но он здесь только лишь один Гранат у него вообще Теперь нет Опять же И Ну и получает он Еще на полхп Хаешки Вообще жесть Какая-то Тотальная артиллерия Ну Фурлана Смой человек Из бомбы Неплохо Фурлан Все еще ждет у красного С пистолетами Явно Ego лучше получается Они не пытаются Вообще ничего не придумывать Просто стакаются Но в конце концов Деннис выносит Твоих фурлан Все еще на размене Неплохо Он остается в меньшинстве Пытается выйти на Форклиф На Форклифе его сносит До свидания И остается только сныча Ну пока Это смотрится Как тотальная Доминация НИПов Но я напоминаю Что лично Я в своей жизни Комментировал Я думаю Что вы множество И смотрели игр НИПов На Дефенсии У них все намного Которых они получали Татаки на первой половине Когда атаковали Замечу то Что они всегда берут Атаку себе Своей сильной стороны То есть В начале игры То же самое касается На Коблстоуне Мне кажется Это одна из редких команд Которая вообще играет На атаке На первой половине Выбирая ее Само по себе Но они умеют Это видно Натренировали На самом деле Как бы И опять же ДКш НИПов Уже давно Действительно умеет играть Но вот как Дим заметил Что на защите У них не получается И с другой стороны Я даже понимаю Почему именно Они так делают На ДКше Сначала В нормальном настроении Взять на своей Сильной половине Столько раундов Сколько это возможно Потом попытаться Оттерпеть Тем более слабо Если получится Оттерпеть Вот не всегда Не всегда выходит Вопрос Получится ли против поляков И мне очень сильно Интересно увидеть Насчет Польской атаки В том плане То что Подстроится ли НИП Потому что На защиту Они подстраивались Уже Вот мы сейчас видели Подстроится ли теперь Будучи в защите Под атаку Польского коллектива И насколько широко Смогли бы поляки Играть Потому что На карте ДКш Больше важны Наверное Не Скажем так Какие-то тактики Потому что Простите меня Семь с половиной штук А поджимы Индивидуальные действия Очень часто Ну или синергичные действия В парах Вау Пытается выйти Здесь Доблойт Вообще вся команда Игоу Выходит на доктор Время с этим С подкреплением На миде От Пинчхара Гетрайт Посмотрите какое жесткое Состояние на винтах Вот НИП Потеряли одного Еще двое Остались здесь Вот Гетрайта Вообще не будут ожидать То есть После того как они убивают Реза Если они убивают Реза Конечно То Гетрич Вообще будет не считаться Хотя После появления Реза На вентиляции Будет Потому что Опять же Было понятно Что здесь Ну кроме как Буста Никак он здесь Появиться не мог бы И Нет Нет Гетрич уходит Вот это жесть Гоу не получает Ни малейшей информации О том что сейчас Делали на пи Но при этом Все они ослабили Б точку Оставив только одного Реза Гетрич снова возвращается Уходит на халпу При этом все Мое гоу Есть два смока Два молотовых Все конечно же Будет положено на халпу Девятку Одновременно Возможно что-то Даже еще будет положено На вентиляцию При желании Возможно что-то Сохранено после Постановки бомбы Что мне не нравится В этой всей стратегии Замечательное То что у Гоу Нет никакого Плана Б Нету ступательного плана Чтобы перейти Например на точку А Потому что они там Просто не имели информации На протяжении всего раунда Рез Винтаг Гетрич пытается Прошить девятку На девятке Сыграл Деннис Сыграл не очень удачно Будем честны И теперь уже Бомба должна будет Поставлена поляками Быть И Честно как-то Очень медленно действует Гетрич Дело в том что Реза и подсадили И у него было преимущество По позиции Потом его уже заметили Преимущество естественно исчезло А теперь он просто Походит на стрельбу Потому что нету больше вариантов Остается последний Какие плюшки залетают Чего вообще Против Снэча Один на один ситуация Трипл килл отреза Ща как квадрушечка Нет Не квадрушечка Снэча таки Заканчивает этот раунд Для своего коллектива Помню эти слухи О том что Денниса Взяли специально Чтобы пистолетки брать Здесь он совершенно не об этом Да Но Рез Мне кажется тот человек Который способен их брать Уж точно на юспах Очень крутая стрельба От него На вентиляшке Три килла он оформил Мог бы и больше Я уверен Но получилось как получилось И Эгоу заслуженно Совершенно забирает этот раунд Хотя сумасшедший совершенно Хоут Очень-очень долго они стояли И в конце концов Ворвались Все сделали четко Найпир Закупает с форсом У Реза имеется Юмпеха Нафармился без предыдущего раунда Смаченский Влетает от него же И он будет контролировать Здесь подходы от Токсика Что касается Эгоу Не играет широко Еще и Рез подъехал Тут Ван-8 Снэйч Нашел дырку в смоках Там не то чтобы это дыра Потому что смок не может перекрыть Все пространство в этом мире А было бы круто Деннис В упоре получает От Тау Это фарм 600 баксов за шведа И выход В сторону Аплента Проигрывает Да, что-то перестрелки Пока что ребята из ИНП Хотя местами по позиции Могли бы и выигрывать Но видимо не так просто Все-таки против таких девайсов бороться Так, и китрайт С ТЗ Нет, вот просто не получается И у Дрейкина тоже не получается И как-то на опережение Банально по позиции Им играют Того и Спорт Даже сквозь маки Тоже не имеет для них Никакого значения В итоге дабл стак Диглов На фургоне сейчас На халпе Аплента Ну да, все-таки Дрейкин находит Свои киллы Но дело в том, что Поджим сзади Через перемычку Будет ли от Снэча Будет ли врываться Снэча Под флешку Потому что можно и без флешки Снэча пытается топить У него не получается Дрейкин грызается Еще на второго И Форест остается последний Форест будет Огрызаться на самом деле Видимо до самого конца Но под хайвей Подберет сейчас Калаш и можно сейвить А ну тоже идея Кстати говоря Действительно В любом случае Потенциал-то по раундам Большой у Нипов То есть они могут отдавать Ну то есть они будут Отдавать следующий раунд Потому что экономический Бой-то гол заберут себе седьмой Крайне важно Было забрать Первые вот эти два раунда Да, потому что На форс Антифорсово Могли ошибаться и гол Могли потерять лишние девайсы Могли потерять вообще этот раунд И мы помним На Дотрене Как раз таки с этого и начиналось Да, у нас были на Дотрене На второй половине Сумасшедшие качели Где ни гол ни найпи Не могли засыпиться В конце концов Ниповы выиграли там В этом Первых трех-четырех раундах В качелях И сейчас уже Тачане Точнее, прошу прощения Шведы делают экономический раунд Увидим от них пистолеты С Юспы Может быть поставят Куда-нибудь в одну точку Не знаю Там на Б-плэнд Например полностью Или на А-плэнд Нет, нет Пока они просто холдят На дефолтах На дефолтах За вайтбоксом Гитрайт играет По поводу фулл-ваппера На дефолтах На дефолтах Рез, да Фулл-ваппером Являются гитрайты здесь Ну, два Юспа Ну, типа по головам На самом деле Можно пройтись Почему бы и нет В коридоре подбедвижения От команды Его и Спортс Начинают откушивать Части карты Себе На плэнд Полностью Вообще забили В принципе На данный момент И его не трогают Это миддл Так, столько сейчас О, вот и резинью здесь работает И минус гитрайт Но позиция Грязно известна Но здесь Форест И вот этот вот девайс Как же он сейчас может сработать Его не буду здесь ждать Не будут здесь ждать Бомба падает Около ангара Привет Как ваши дела И теперь попробуйте Это взять Это не так-то просто Потому что Форест все еще здесь У него есть еще фоллоуапер Да, это всего лишь юз И все-таки Форест падает Надо девайс подбирать И продолжать эстафету Продолжать эстафету Не получается продолжать эстафету Какая же классная идея была Хитерки Хитерки вышли Из мейна Убили Реза Очень много фокуса на него было Захитили до конца Тем временем еще и Снычи Смотрел Дрейкена Дрейкен получит себе коллаж И выход против двух столов Неудачно Ясное дело Опять же Фордан Вместе с Граби Решили закончить это здесь и сейчас Три килла от одного Два килла от другого Но при этом Рез сказал И сделал очень-очень много здесь Для своей команды Но Кроме надежды Он ничего нам не подарил По факту Немножко Только усугубил экономику противника Что касается защиты Она сейчас должна играть Из-под неплохих девайсов Мы видим снайперскую винтовку Есть у всех Арморы не считает Дрейкена Дипускит от Реза Молотовых ни одного Зато есть смоки В больших объемах Конечно же они кладутся на мидл Дефолтно совершенно Рез Рез Ну дайте ему уже нормальную подсадку Господи Иисусе Ну получилось Получилось Ура И с первого раза Будет закрывать пуст Ну не вышло Да У меня на золотых юспах Такая же тема происходит Я говорю Дайте мне подсадку И ты просто миллион раз прыгаешь Потому что твой тиммейт Вообще не понимает Как это делать Но потом он все-таки Присаживается Я потом просто леваю Получаю себе Типа полгода Не игры в CSGO И вдыхаю спокойно Потому что я все равно Открываю раз в полгода Так что идеально Мне как раз ранг снимают сразу Эх вот так вот Это работает Найс Да Дмитрий Но с другой стороны Все-таки Хотелось бы Здесь посмотреть Как на возможный Аплент Пойдут ребята Из Камады Гоиспорт Ну пример Опять же да Не обязательно Можно всегда Устроить притяг Вот это все Через ангар Донис в поджимных позициях Рез И здесь же И опять И опять и снова Да И вот они пытаются Кого-то найти И никого нет Тем самым временем Мэйн занимается Вместе со Скликом Ага Да Ну здесь на самом деле Красивые выходы Притом Гитрайт Вроде стоит в упоре За красным Начинает топить Подаймейн Сквозь смок Он не угадывает По таймингам Конкретно Нахождение противника И будет теперь ждать Скорее всего Перетягать своих товарищей Которые узковаты На хайбе Е Но Как узковаты Донис снимает Одного Гитрайт снимает Тарус Нечи отвечает В то же самое время Грубе делает свой килл Вроде как бы И 2 на 3 ситуация Опа Девятка же там была Грубе выживает Как же так Его не застрелили Потому что Надо было бы Разбивается постепенно Поляки Абаплент Но хоть они его поставили Но сейчас удержание Будет крайне сложное Потому что Грубе Остается на Форклифе Он должен взять игру на себя Прямо сейчас Снечи На Мэни Опять же Понимаете Информация теперь есть На Дрейкен Не обратил внимания На месторасположение Грубе Который все еще На Форклифе сражается И надо убивать Денниса Но нет Нет И еще раз Нет Деннис пошел За диффуз китами Лоу Он понял что он не успеет Он понял что он не успеет Вот это жестко Вот это жестко Но опять же Классическая дефолтная Фраза для CSGO Не получилось Здесь там один диффуз кит Кстати был в команде Но видимо он слишком далеко Лежал Труп его тиммейта И Денис не успевал И Гоу забирает себе Первый девайсный раунд Что означает То что у защиты Сейчас не остается ресурсов И Гоу могут взять Еще один раунд Таким образом Они сравняют счет Ладно там Есть ресурсы Вот они Фамасы Эмочки Дигл Ну такой Себай Но Полный более чем рабочий Самое главное что два депуски Да Оооо Дрейкин Дракончик ты мой Сладенький Что с тобой не так Вор с тем временем Пытается сказать что это Выиграть здесь Реза не должны читать Вообще ни в коем случае Да Его не читают Потому что усиление П-пункта На втором девайсном раунде Ты не ждешь Вообще ни в коем случае Денис топит Просто влетел Спинцово Понятно убивает Еще и Пичар А то а остается один Надо Прямо Сейчас Надо Надо И один на один Клач ситуация Для одного Для второго соответственно Ну я бы сказал что Действительно может Да То есть один из тех игроков Который обладает Просто гигантским опытом И он тратит так много времени Для того чтобы Все вот это дело Обойти аккуратно Но в то же самое время Тао тоже Медлит да Со своими действиями Потому что И думает А где А может девятка А может железо Да 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 А где нибудь там Нет А почему его там нет А где он находится И пойду я наверное Зайду на транспорт Тем самым временем Get right Через коридор На шифтах Боже сколько просто Секунд на самом деле Какие громадные Временные И как бы Все остальные На самом деле Инвестиции Да Делает сейчас Get right Для того чтобы Просто обойти Своего оппонента Который уже Находится на планте И Туао все равно Может его не ждать Обожаю кошки-мышки Да Мышка-нарушка Мышка-внутришка Выбирай кто Кто-кто Туао-нарушка Я предпочитаю Выдорочку на глаке Так тем временем В смысле животное такое Туао Должен уйти сейчас На хэдшот Он ждет своего оппонента Но все-таки выходит и хэдшот От Get right Как же жестко Сейчас сыграл Кристофер Элисунд Опытнейший игрок На IP Раунд на самом деле Выглядел не очень В пользу шведов В какие-то моменты Там было большинство Для поляков Но размены За разменами Get right Здесь оказался Шикарно Сильнее Просто изумительно Налутался в итоге Еще Пошел до физик Бомба Нормально Там Фулл Стак Ютилити Собрал себе Красавчик Мужчина Просто великолепно На самом деле Сыграно Очень долго Очень много Очень рискованно И вот на таких Больших таймингах По большому счету Ты не часто Можешь просчитать Как это закончится Потому что Слишком Много времени То есть Когда ты приходишь Там уже Все старики Уже дети Идут в детсад Как-то Но Get right Очень опытный Поэтому Он может Делать такие вещи 11-9 Дорогие друзья И 30 зешки Галил До Калаш У команды EGO E-Sports Болики полетели В разные стороны EGO Попробуют сыграть Сейчас Достаточно плотно На Апленте Оставить одного Люркера В качестве Смэча На Токсике Посматривал На возможные Поджимы От и на IP Get right Хаешечка Сразу же В открытую дверь Сразу Открыл дверь Получи хаешку Сразу туда Но нет Нет Ни одного хп он не снял Деннис Стрельба от него По девятке Должны были на рефраге Действовать и гоу Раздамажили Денниса До трех хп Но Деннис помогло Get right Просто шинкуют людей До конца Там кстати у нас Снэч украл АВП У Дрэйкина Снова Дрэйкин Кстати провалился На б-планете Второй раунд подряд И теперь посмотрите Что делает Раз На даке Вылез Ой Снэч Это было Это было совсем Не то что Мы ожидали От снайпер команды EGO Грустно Грустно да Потому что Дело в том что NIP Все таки Все таки тащат Да и Какие то там Слабые защиты Тыры пыры Тыры пыры Вот это все Статистика Какие то личные примеры Опять же А Дима там от меня Какие то карты Комментируются и так далее Но нет Но нет против поляков Пока все вполне себе работает И потенциальный 13 Потому что Лишь Практически все дефолтные пистолеты То есть это практически Флэка Но на 95% Потому что На 80% Процентов Флэка Потому что По этой 150% Снэтчем Да Закупаются Без гранат Без всего Просто чисто выбегать Мясом умирать Вот это все Краковская колбаса Привет И так далее Любишь краковскую колбасу? Я просто не капом В жизни ел ее Она такая Особенная Наверное Особенная 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 Гитра Итоп Мясом Подожди Стоп Стоп Остановитесь Стоп Стоп Подожди Стоп Да все хорошо Успокойся Все в порядке Все нормально У нас вчера в порядке У Хеллрейдерса Хероик Такое было Ты тоже сказал Все в порядке Все в порядке ГГ Ну я не знаю Рест Вышел Хэдшот Одного Второго не получится И чар все-таки падает Но Фурлан законтролил Калаш Ему надо сейчас сыграть С машины Максимально качественно У него еще и молотов есть Вот этот молотов Может сыграть Да Этот молотов Лидит Дрейки Но Дракоша горит А он не должен гореть Он же дракон Что такое Четыре глага Я же сказал На изичек На экономическом Взяли Взяли Раскатали Боже мой Закатали В асфальт Как так Это вообще Ладно П 250 Я не вижу В чем проблема Понимаешь Нет никакой проблемы Взяли экономические Взяли Ты первый раз видишь Это не пы на защите Не пы на защите Это крайне странная штука Вот только я говорил То ли они есть То ли их нет И они регулярно Допускают какие-то Минорные ошибки Которые приводят Слишком мажорным Последствием И я ничего не хочу сказать Но его могут За них зацепиться За эти ошибки Они зацепились Надо трени Очень даже неплохо Правда Его все-таки Не выиграли Сейчас эти массовые Выходят в сторону Аплантане Поусиливают мидл Промощи деглов И цзэшек И я так понимаю Что его сейчас Просто выйдут на пустой плент Если то Они не придут Кедрич прав Ушел мидл Сделал свой килл Кристофер Алисон Какой же ты красавчик Какой же ты просто Мало того Что он лапушка Лапушкой в жизни Так он еще и стреляет Шикарно Деннис Два килла С дегла Ну и все Возвращение Возвращение Не вверхите Хотя еще пока что Нет Гоу ответили двумя киллами Надо кидать флешки Надо кидать Молики Налево Направо И Умирать Ооо Может и не умирать Подожди Бежать 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 Ладно Умирать все таки Дрейки набивает Груби И Туау Заканчивается От Форест В то же самое время Таки Так а что 13 и все Окей Зацепились Зацепились Не зацепились Нет не зацепились Падают Падают Листья Но команда Игоу Пожалуй Листья Сложно Сложно Полякам Пытаются Стараются И шведы Им как бы Дарят Какие-то возможности Но все равно Потом возвращаются Подожди Посмотрите Что делает Сегол По их девайсам Цезэхи Диглы Цезэхи АВП Вот Груби Пичар Там тоже На лох В случае Уже погиб Ну все Это просто Очень Очень Такая Знаешь Депрессивная Ситуация То есть Небо Над Краковом Как вы знаете Очень-очень Задымлено И вот сейчас Гоу Устраивает Примерно то же самое Снэйч убивает Фореста Теперь Снэйч Должен найти Еще одного А именно Реза За этим ящиком Морики Но опять же Инфа у них Пареза есть Выстрел До свидания Вот оно Выкуривание Пошло постепенное Но Мне кажется Что шведы А шведы Не знают Что у них Туау Есть в спине Ооо Так это же Вообще серьезно При этом Всем Гитрай Тоже Люркует Это его любимая позиция Называется Засада Засадная Потому что у него ЦЗ Это не самый приятный Девайс на таких расстояниях Потому что Это где-то у нас 1500 юнитов По-моему И вот эти 1500 юнитов И что ты будешь делать С ЦЗ На 1500 юнитов Ничего Вот в чем проблема Вот в чем проблема Поэтому да Может быть и засада Но не здесь И не сейчас А вот здесь Может быть да Не-не-не Но он же читает Понятно Но Гитрайт уходит назад Ну вот так Вот все получилось Потому что А вот фут ЦЗ Дорогие друзья Практически сравним С Калашниковым В ближних дистанциях И поэтому Эта штука Так хороша Но Этого недостаточно Этого недостаточно Для того чтобы Поляки Такие взяли Оп-оп И карту выиграли Оп-оп И вот это все Нет Нет Команда Иной пидороги Друзья Достаточно близко От победы 14-10 счет 15-10 потенциальный Я не знаю Что может помочь Да ничего Лопаты по лицу Сейчас поляки получили Просто До свидания Ну то есть Были Были моменты Да И были раунды Которые не подавали Были раунды Которые Шведы Забирать себе Пользоваться ошибками Оппонента И из-под этого Устраивать какие-то допы Например Забирать одну очку Возможно даже выигрывать Там забирать два очка Может быть не допы А просто Напросто винт И три очка себе Но Вот этих вот знаешь Ты царапкаешься Карабкаешься Что-то пытаешься сделать Но раунд за раундом Где-то маленькая ошибка Просто вот Деннис Например Делает два хэдшота По тебе с деглава Ходячего с мейна И что ты будешь с этим делать А ничего У тебя просто Это означает Что ты не откинул Ничего на машину И в принципе Ты не можешь Подобных действий От противника Дрейкер Два кила Нет Давай-давай-давай Офиг Путинец Не получилось Настоящая неважно В любом случае Он умирает здесь В любом случае Ничего здесь сделать не сможет Это 15 раунд для НП Они всего в одном шаге От того чтобы забрать себе Еще и ДКш И получить 6 очков На ESL пролиге Сегодняшнего дня Что неплохо Для них кстати говоря А дальше у нас ЖТу против СС Да Дальше у нас ЖТу против Спейс Солиджерс И это Ох Как же ж Это уж интересно Будет дорогие друзья Но об этом Немножко попозже Потому что сейчас Мы возможно посмотрим Возможно последний Точнее мы точно посмотрим Возможно последний раунд Для команды Я закрой глаза Пожалуйста Иго и спорт А ну можно Кто-то сказал что Возможно посмотрим Я решил второй вариант Закрывай глаза Открывай Открывай Своротой Инденис Со смоком Дрейкен уже делает Опенкил по Туау Снэйч и попытается сыграть Здесь у Токсика У него несколько раз Получалось перестреливать Дрейкена Но тут рез Отоц сюрприз С МПшкой То есть Будь тут дрейкен Возможно он проиграл бы снова Снэйч и перестрелку Но теперь там рез Это другой человек Фурлан умирает Зачем не умирает Убивает Но у самого остается 9 ппп по факту он умер Он сейчас тут умер Да И пичар последний Из магикан Но Че-то тут Цап-царап Наверное не получится Да От команды Эгоу Испорт Но Ребята старались Польские Котятки Что Котятки